Новый мэр в Сарове, настоящее телевидение на Ютьюбе и новогодние каникулы по домам, о чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Петр Смирнов и Лидия Шулаева. Подключаемся. Петр, хочу начать прямо с новости, которая меня на минувшей неделе больше всего порадовала. Это Алексей Пивоваров выиграл премию «Лицо экрана-2020» от журнала «JQ». И это очень круто. Причем, что он вообще, получается, не работает на экране. Он работает на экране. Нет, 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 он не работает ни на одном телеканале. Да, он работает. Но при этом «Лицо экрана». Да, он работает на Ютьюбе. И это вообще очень хороший маркер того, что Ютьюб стал вот аналогом настоящего хорошего телевидения в том смысле, в каком оно было, может быть, лет 15-20 назад. Давай, наверное, поясним нашим зрителям, что же такое Алексей Пивоваров, его канал-редакция. Алексей Пивоваров, да, это просто образчик какой-то идеальной, в моем понимании, журналистики. Журналистики такой, какой она должна была быть. Ну, те, кто постарше, наверное, помнят, намеднили, а не до Парфенова. Это информационный выпуск, который выходил по выходным, как все мы прилипали к экрану. То же Пивоваров начинался, а не до Парфенова. Он, да, это как раз команда Парфенова. И, в общем-то, сейчас Алексей делает на Ютьюбе вот настоящую журналистику. Это полноценные новостные выпуски, это полноценные журналистские расследования. И радует, что Ютьюб – это вот уже не та стрёмная жвачка с вот этим дневником хача и чем-то вот таким. Ну, в общем, с глупостями, по большому счету. Да, да, да. То есть это полноценный канал информации. Для умных людей, в том числе. Это не просто включаешь Ютьюб, как сейчас Яндекс.Дзен, может быть, чтобы пожевать жвачку и выплюнуть. А реально ты включаешь Ютьюб, чтобы узнать, что в мире происходит. Слушай, ну, другой феномен. Получается, талантливому журналисту, да, какой-нибудь, несомненно, является Алексей Пиваров, это не требуется какой-то площадки. То есть я имею в виду официального СМИ, там, газеты, издания. Чтобы быть самостоятельным СМИ, фактически, да, но при этом не обладая этими правами. Да, да, да. Ну, вот если мы вспомним в 2000-е, да, как Даренко в свое время стал персоной Нонграта на телевидении, да, за определенные свои честные репортажи, Парфенова ждала эту же участь, да, просто журналисты, которые честно выполняли свою работу, их в какой-то момент, когда начало умирать российское телевидение, их начали отстранять от эфиров, и тогда безысходность была, в общем-то. Не, давай все-таки говорить о том, что когда, ну, здесь мы говорим, конечно, про федеральную, да, уровень, но все-таки когда телевидение перестало быть журналистикой, да, стало средством управления массой. Да, я, наверное, не так скажу, когда, не когда начало умирать телевидение, а когда начала умирать журналистика. Вот так я скажу. Вот это более точно, да. Да, да, да. И тогда, в общем-то, ну, вот все. Ну, тогда зато появились все вот эти вот странные ток-шоу с полосканием чужого белья, и вот телевидение стало таким развлекательным достаточно форматом. К сожалению, да, сегодня мне тяжело, например, включить первый, второй канал, да, и третий, а задержаться там хотя бы минут на десять, да. Это не тот контент, который я хотел бы употреблять, да, как ты говоришь, там, жвачка телевизионная. А тот контент, который мы хотим употреблять, он сегодня на Ютьюбе, и это на самом деле радостная новость. Особенно для регионалов, да, для вот таких, как мы, когда над нами бесит домоклок, меч, цифровизация, и все сидят, выживет, не выживет телевидение в регионах, и как мы будем дальше жить. Да легко, надо просто уметь переформатироваться. И вот этот же Алексей Пивоваров, у него канал называется «Редакция», и это полноценная журналистская редакция. Он набирает штат, они ездят, снимают по всем регионам, у него даже какие-то, какая-то имитация корпунктов есть. И это так здорово, я смотрю и получаю огромное удовольствие, потому что я вспоминаю реально вот журналистику начала, конца 90-х, начала 2000-х. Ты знаешь, эта журналистика еще очень измерима, в том смысле, что если ты производишь какой-то продукт, ну, особенно, да, там, визуальный продукт, это либо выпуск новостей, либо какой-то фильм, да, или интервью, оно измеримо, особенно вот на современных площадках. Ты всегда можешь посмотреть статистику просмотра, ты всегда можешь это продать рекламодателю. Смотрите, меня ролик посмотрело миллион человек, да, хотите продуктовую интеграцию внутри этого ролика, да, платите деньги. И, кстати говоря, по-моему, в прошлом году рекламный бюджет в интернете, да, но это мы не говорим конкретно YouTube-каналы, да, но превысил уже рекламный бюджет телевидения. По-моему, в 19-й год 60 миллиардов был оборот рекламный. Ну, по цифрам тут не скажу, да, потому что, ну, их надо просто было вспомнить. Только 15 миллиардов забрал Инстаграм, 15 миллиардов. Но все равно, тем не менее, это колоссальные деньги, да, и уже фокус рекламного рынка сместился с классических традиционных СМИ. И вот сейчас уже по результатам этого года, да, уже можно делать выводы с точки зрения рекламы. Ну, телевидение не так сильно просело, там порядка 9%, да, опустились рекламные бюджеты. Хуже всего в газетах и в наружной рекламе. Вот, при этом, ну, в том числе немножко пострадала интернет-реклама, ну, ввиду того, что, в общем, произошло замедление, да, там, бизнесы не работали. Ну, а тем не менее, мы уже можно точно с уверенностью сказать, что рынок рекламы в интернете, он больше, да, он уже приезжает. Но я вот встану на защиту классического телевидения, коим мы, собственно говоря, являемся. Телевидение, особенно региональное или местное, да, вот наше особенно, наш случай, накладывает достаточно серьезные обязательства, да, перед нами. Безусловно. Для нас с тобой, в первую очередь, да, по качеству и взвешенности донесения информации до нашего зрителя. То есть мы должны отвечать за свои слова. Мы не анонимный, там, телеграм-канал, да, не паблик во ВКонтакте, который может написать все, что угодно. Любые мысли, они будут субъективны, может быть, огульно даже какие-то вещи. Но мы отвечаем за ту информацию, которую подаем. Да, потому что в любой момент нас могут просто на улице подойти и сказать, слушай, а вот ты сказала, ну, как бы... Да, и мы не анонимно, мы не скрываемся за... Отвечаем за слова. Какими-то псевдонимами, да, и отвечаем за слова. Но тем не менее, да, и немножко, конечно, надо заострить внимание, что в любой момент вы можете включить YouTube, найти YouTube-канал, канала 16, прошу прощения за тавтологию, и посмотреть любой выпуск новостей, любой репортаж, взять его к себе на стену, там где-то в социальной сети поделиться. Если там показали вас, детей, каких-нибудь родственников. Конечно, мы тоже стремимся в эту среду, да, на этот рынок идем, да, и я считаю, что мы достаточно успешно там присутствуем. Теперь давай к печальным новостям. Так. Наше государство превратилось в Гринча. А, да, да, да. Гринч, который украл Рождество. И Новый год. Такой зеленый негодяй. Да, да, да. Сколько бы мы ни строили планов на новогодние праздники, похоже, всех их надо вычеркнуть жирным маркером и закрыться дома. Честно сказать, у меня сорвалась поездка в Москву. Вот, я в первые, наверное, вот у меня дочке 5 лет будет в январе, и мы планировали съездить в Москву, и нашей дочке подрастающей, да, которая вот-вот уже скоро должна пойти в школу через год, мы хотели показать ей столицу, показать ей вот знаковые места, которые все знают, да, там Красная площадь. Ленина в гробу. Да, мы в залей. Отличный, отличный вообще плод. Исторический музей, да, там вот эта вся Манежная площадь, там могилы неизвестные. В общем, вот это вот весь центр Москвы. Ну, путешествия, да. И поэтому путешествовать надо. И в другие города это еще полбеды, можно же как-то было бы и в своем регионе развлечься. Ну, в Москве все. Ну, и в своем регионе тоже все. А, да. В общем-то, Глеб Никитин пошел по стопам Собянина, и... Тоже шутка была, да, в интернете. Глеб Никитин, похититель Рождества. Так, на манер гринча его сфотошопили. Ну, потому что это то, что лежит на поверхности. Никто, вообще никто не мог ожидать, что нас лишать нового года. Ну, а что же нас лишили-то? Чего не будет? Глеб Никитин сказал, что не будут работать рестораны. То есть в 11 часов, как сейчас, они закроются, и открыть шампанское, написал на своем инстаграме, подбой курантов в ресторане, не получится. Скажи мне, ты давно была в ресторане на Новый год? В позапрошлом году. А я никогда не был. Ну, вот видишь, для тебя история обычная. Я встречаю Новый год всегда в мою семью. Может быть, кстати, как раз это отличный повод вспомнить о том, что Новый год – это семейный праздник. И то, что, да, все сидят на самоизоляции, избегать тесных контактов. Вокруг домашние елочки, только с самыми близкими. Скушать по порции оливьешечки и лечь спать и выспаться, наконец. Я предлагаю встретить Новый год в Zoom-е. Видеоконференции «Чокаться с экраном». Ну, это попахивает каким-то уже, если честно, алкоголизмом «Чокаться с экраном». Нет, это кавказской пленницей попахивает, когда он с зеркалом там, знаешь. Ну, в общем, я не знаю, так или иначе, губернатор решение принял. Ну, не знаю, насколько оно оправдано. Ну, в общем, новости плохие. Нового года не будет. Нового года не будет. Ну, и главным новостям минувшей недели. От печальных, радостных к главным, нейтральным. Ну, я считаю, маркирую эту новость как нейтральную. Да, в Сарове новый глава, глава города. Кстати говоря, вот, ты знаешь, мне нравится эта фраза «новый глава города». Новый, да, как бы предразумевает, что и старый. Мне даже тут позвонил мой родственник, спросил, слушай, а почему Голубев не участвует в конкурсе? Ну, видимо, увидел где-то новость. Действительно, почему? Вот, ну, тут пришла официальная информация, все, она размещена в интернете. Алексей Викторович, заместитель директора акционерного общества «РИР» по развитию. То есть все это официально опубликовано. Ну, в общем-то, то, о чем мы и разговаривали в прошлый раз. Да, ну, в прошлый раз это была не сильно подтвержденная информация, и это было около месяца назад уже известно. Но сейчас это уже все точно. Ну, вернемся к главе. Избранный глава города Алексей Сафонов. 17 ноября он вступает в свои полномочия. И это глава такого нового формата. Он сейчас два в одном. Глава города, руководитель администрации. Да, этот день настал. Да, на одноглавую систему, наконец. Два месяца томительного ожидания, знаешь, такого вакуума, какого-то совершенно непонятного затиши, да, какая-то тишина, и только с косами стоят. Ну, о том, что нас ждет с новой властью, мы еще поговорим позже с нашим гостем. Я тут хочу другую тему обсудить. Я помню, в прошлом выпуске ты говорил, что ты снимаешь свою кандидатуру. Нет, нет, нет. Снимаешь, отказываешься идти на пост. Я не стал участвовать в этом конкурсе. Потому что ты полностью поддерживаешь Алексея Сафонова. И в этом ничего не изменилось. Но при этом ты голосовал за Татьяну Белину. Был единственным депутатом, кто проголосовал за Татьяну Белину. Что такое, Петр Павлович? Правда же красивый. Единственный депутат, который проголосовал за Татьяну Белину. И вот как раз, уже обвинили тебя в том, что ты популизмом занимаешься. Да, слушай, на самом деле, конечно, это такая история с перебыванием в воздухе аж в третий раз. Мастерская. Мастерская, да. Смысл в чем? Я шел на это заседание Думы, совершенно точно понимая, что я проголосую за Алексея Сафона. Вот прям вообще никаких сомнений не было. Более того, мы с ним даже встречались перед этим заседанием Думы, общались. И я не отказываюсь от того, что Алексей Сафон действительно достойный кандидат. И, наверное, один из лучших сейчас на данный момент людей, которые, может, президент, встал уже, да, главный город, из чего уж тут говорить. Но все как-то произошло очень спонтанно на самом деле. И да, некоторые уже поспешили искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Как один из анонимных каналов написал о том, что сейчас у тебя будет шанс сказать, а я за него не голосовал. Да, да, да. На самом деле ситуация следующая. Стало в какой-то момент понятно, что Татьяна Белина, Дмитрий Прохоров снялся, это было два кандидата фактически на голосование. Татьяна Белина не получит ни одного голоса. Так как Алексей сидел прямо рядом со мной на этом заседании, я решил совершить все-таки джентльменский поступок, да, из-за того мужества, за отвагу, фактически это очень отважный человек Татьяна. Я все-таки решил сбросать за нее. Ну, ни больше, ни меньше. У тебя, Боже мой, да это джентльменские пары. Да, поэтому просто понимаю, что надо дать все-таки жилье. Надо поддерживать. Надо поддерживать. Да, конечно, чтобы ей было не очень обидно. Да, потому что реально могло быть просто немножко обиднее. Поэтому не ищите темную кошку, черную кошку в темной комнате. Повезло Роскосмосу с директором. Помните его твиты, которые тут же разбирали на цитаты? Теперь вот Дмитрий Рогозин пишет песни. Их, кстати, можно найти и послушать на сайте Роскосмоса. Чего только стоят одни названия композиции. Рвем небом и в клочья. Над землей летит корабль. Не стреляй. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Телеведущий врач Александр Мясников заявил, что в разорении нашей медицины виноваты сами граждане. Вот, послушайте. Заболела голова компьютерной томографией. Заколола в боку ультразвук. И потом... А потом мы находим кисту, гемониому, камень и так далее, и так далее. Потом мы назначаем пункции. Потом мы делаем операции. А потом оказывается, что не надо было ничего этого делать. Потому что вот эти самые находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину. Неожиданная новость пришла к нам из Англии. Как сообщает Times, дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где располагается квартира Шеллока Холмса, на самом деле принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Следующей покупкой, видимо, станет Букингемский дворец. А к нашему соседскому Wi-Fi подключился в очередной раз подключился Антон Ульянов, председатель Саровской городской думы. И вот я, знаете, о чем тут подумал, Антон Сергеевич? В свое время Петр Павлович также чистил на этом диване. И видите, чем это закончилось? Опасно, опасно. Здесь чистить, да. И на самом деле мы, Антон, всегда рады видеть, потому что председатель городской думы с 17-го числа, да, получается. А мне всегда приятно к вам приходить в гости. И знаете, это так здорово. Вот избранный глава города Алексей Сафонов как раз говорил на заседании думы о том, что одна из проблем уже уходящей, да, власти в ее закрытости. И мы говорили тоже не раз, чем поднимали в соседском Wi-Fi, понимая, что когда власть закрыта, то это плохо для всех. И для жителей города, и для самой власти. Потому что вот есть ощущение, что что-то скрывают. И вот, Антон, мне приятно, что он как раз символизирует такую открытую власть. Всегда готов открыть к диалогу. Вот пять лет, когда был просто депутатом, когда был замом, и теперь уже в новой должности. Надеюсь, ничего не изменится. Открытость останется. Да, Лида, когда ты в прошлый раз об этом сказала, я тут же, проводя заседание комитета, объявил его закрытым и выдвинул ваших же журналистов с этого заседания. Так что надо быть осторожным. Вообще, если на эту тему говорить серьезно, то, знаете, у меня родственница одна, она проходила практику производственную в одной столовой. Она говорит, я увидела, как котлеты готовят в столовой. После этого я лет 10 не ела в общепите никакое рубленное мясо. Никогда. Вот на выходе котлеты очень вкусные, может быть. И та же колбаса. Мы все любим, когда на стол принесли, порезали, с удовольствием едим. Но если увидеть, как это производится, и не только котлеты и колбаса, но и многие продукты питания, мы на выходе получаем хороший результат, а выглядит это как минимум неприглядно. Поэтому, конечно, некоторые вещи и в работе органов местного самоуправления, их просто нельзя показывать. Ну, нельзя даже из этических каких-то соображений, потому что многие вопросы касаются людей, персоналей. Там могут и позвать. Когда проходят выборы, там я не говорю даже о персональных данных, но там, вот как с Татьяной, например, получилось. Наверное, она шла и понимала, какой будет результат. Но, тем не менее, она сделала этот смелый шаг. Это большое мужество. И когда Петр ее поддержал, наверное, это подсластило вот эту вот горькую пилюлю. Но вообще, вот представьте, как это выглядит для нее изнутри. Это кошмарное дело. Вот. Поэтому некоторые вещи, конечно, приходится закрывать. И это не от того, что мы хотим скрыть информацию, которая предназначается для того, чтобы люди ее знали. Это вот из таких соображений процесса. Нет, это понятно. Какие-то процессы, они даже, может быть, не настолько секретны, сколько будут неинтересны, да, жителю города. Потому что все эти важные нормативные документы. Это так скучно. Но я про то, что когда есть запрос общества, власть не должна замалчивать. Конечно, конечно. То есть, вот вообще в этой ситуации, когда мы просто, даже, может быть, неумышленно, о чем-то не говорим, промолчали, сделали, работа идет, мы понимаем, результат будет, все. Но мы просто молчим и о чем-то не говорим. Создается информационный вакуум, который заполняется чем? Не обязательно правдой, не обязательно информацией объективной. Домыслами, слухами, какими-то, причем самыми невероятными. Порой такие причудливые формы это все принимает, поэтому лучше давать объективную информацию с первых уст, и тогда не будет возникать никаких вопросов. То есть, в этом смысле, от этого выиграют все. Часто ругаю своих журналистов именно за то, что они приходят с какого-то мероприятия, не набирают достаточного количества фактов и начинают жонглировать словами. И получается большой, и, может быть, даже красивый текст, но пустой. И вот все время мы с ними говорим о том, что основа любого материала журналистского это факты. Так это готовые политики. Слушай, журналисты жонглируют слова. А тексты-то стоят. Ну вот что-то, да, 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 да. Наберутся сейчас тут опыта и составят вам конкуренцию через пять лет. Но в идеале, конечно, я их учу, чтобы они опирались на факты. Может быть, будет меньше красивых, таких вот изысканных выражений, но по факту то-то, то-то и то-то. Потому что зрителю, ему не нужны красивые словеса, жителю нужны факты. Ну, например, то, что с 1 июля следующего года платить за коммуналку будем на 7% больше. Факт, факт. Опять эта тема. Не факт. Не факт. Далеко не факт, конечно. Значит, вопрос этот находится... А вроде прошла информация, что губернатор подписал? Нет? Домыслы? Домыслы. Потому что у меня есть информация, что мы еще даже к губернатору-то не обратились, даже приняв решение. То есть, так что ситуация такая. Она пока очень пограничная. И то, что мы просим и приняли решение, наша городская дума, значит, применить повышенный, значит, предельный индекс, это еще абсолютно не факт, что так случится. Но и это опять же, это в случае заключения концессионного соглашения. Инвест-программа у обеспечения в НИЭФ у Саровской теплосетевой компании есть. Там идет все ровно, там все понятно. А с концессией много вопросов. То есть, там... То есть, она до сих пор еще не заключена. Она не заключена. Сейчас есть известная история, что один из участников торгов, одна из компаний, которая выходила на торги, она обратилась в федеральную антимонопольную службу. Оттуда еще нет решения. И, значит, возможно, что и конкурс будет заново проводиться, или он отменится, и на новый круг мы уйдем. То есть, произойти может все, что угодно. Как посмотрит на это губернатор? То есть, ну, в общем, тут очень много вопросов. Ну, это тема отдельной передачи. Мы, может быть, когда-нибудь еще поговорим на эту тему. Сегодня хочется поговорить о новой саровской власти. Новый председатель Думы у нас. Новый глава, избранный глава города. Чего вообще ждать? Как мне понравилось в интервью, Алексей Александрович сказал, что вообще рядовой саровчанин, рядовой горожанин, он, в общем-то, и не должен знать даже имени руководителей города. Главное, он должен чувствовать комфорт. Поэтому, может быть, не циклись на персоналиях. Какие векторы? Вы все равно уже, наверное, разговариваете друг с другом. Уже какой-то план работ, первые шаги набросаны. Вот чего ждать в ближайшие хотя бы месяц-два до Нового года? Ну, вот я с Алексеем Александровичем абсолютно согласен в этой части, что действительно, если обыватели, люди, горожане не знают, кто там руководит в органах местного самоуправления, это вообще идеальная ситуация. Значит, настолько все хорошо, что у них даже не возникает там мысли... А кого бы меня поругать? Да, заниматься этими вопросами и вникать в них как-то. У каждого ведь своя жизнь, и мы занимаемся большую часть времени действительно своими делами. И это хорошо. А когда нам приходится писать президенту, как у нас любят делать, значит, уже что-то не в порядке. Значит, какие направления? Конечно, работа в администрации — это там огромный объем и огромный пласт. Я думаю, что Алексей Сафонов будет заниматься оздоровлением муниципальных предприятий. Кадровые вопросы, конечно, ждут его. Это, наверное, будет чуть ли не первая его задача — расставить или подобрать ту команду, о которой он говорил. И эта задача очень непростая, потому что нужны действительно серьезные, квалифицированные специалисты в городском хозяйстве. Хорошо, что он сам, кстати, является специалистом в этой инженерной инфраструктуре. Это всегда плюс, да. Это большой плюс. Ему мозги не запудришь, и он сам все руками может потрогать и убедиться, как оно на самом деле. Но один из векторов обозначен. Вектор на открытость — раз. Второй вектор на командность — делать все сообща. Основной вектор, который Алексей Сафонов обозначил в своем выступлении, что Саров, это неплохо и нехорошо, он об этом тоже сказал, но Саров — старый город, город пенсионеров, потому что молодежь не задерживается. Это горькая правда. И да, один из главных, один из основных векторов — это привлечение и удержание молодежи. И как он вообще прям красиво сказал, что если мы сегодня проиграем битву за молодежь, мы проиграем битву за будущее города. Проиграем будущего города. Будущее города. У города не будет будущего без молодежи. Я очень рад, что на самом деле вот эта формулировка, вот эта вообще вся эта тема, она вот уже поднимается на флаг, да, то есть еще пять лет назад она была кулуарной, да, и как-то все отмечали, да, что, да, там, молодой человек там или девушка выучились, закончили школу, получили диплом, очень хорошее базовое образование, но уехали учиться в Москву, в Петербург, в Нижний, в Казань, кто куда, и не вернулись, понимаешь, то есть мало того, что здесь хорошее базовое образование, здесь родители, здесь, в принципе, хорошая среда, да, жизни, да, но они остались там и не хотят сюда возвращаться. Вообще, смотрите, сколько лет мы бьемся за то, чтобы снизилась стоимость квадратного метра в Сароне, ну, если вся молодежь уедет, то квартира, наверное, подешевеет, то есть когда мы боремся за удержание молодежи, мы сами того не осознавая гоним цену квадратного метра вверх, потому что, конечно, молодежь, хотя сейчас молодежь… Вот здесь прям надо баланс находить какой-то. Как и во всем. Ты знаешь, мне кажется, сейчас современные молодежи, правильно ты начал говорить, о том, что им материальные ценности уже менее важны, да, то есть возможность жить в аренду, да, но при этом быть мобильным, да, и всегда возможность там уехать, это сейчас больше ценится с точки зрения, да. Ну, вот это вот немножко, я не знаю, надеюсь, никого не оскорблю, но немножко советское мышление, любой ценой купить квартиру и бросить якорь. Вот я купил квартиру, я состоялся, современные молодежи не так, очень много у меня знакомых, успешных людей, которые вот осознанно не обременяют себя недвижимостью. У них есть проект сегодня в Москве, они реализуют его в Москве, завтра их пригласили в Сочи, они работают в Сочи, послезавтра они уже в Италии, а через день в Дубае, например. И вот отсюда, на самом деле, вот вопрос в том, удержать молодежь, может быть, и нет потребности ее удерживать, нужно создать здесь такие условия, чтобы молодежь здесь сюда приезжала, циркулировала там, значит, то ли приезжали учиться, то ли приезжали работать на интересные проекты, повышать. Как отток, так и приток. Как отток, так и приток, движение создать. И вот, когда мы обсуждали проект нового меморандума, Дмитрий Сладков эту мысль высказывал, то есть, если мы создаем здесь филиал Московского университета, то это не значит, что мы сюда, значит, молодежь привлекли, и вот они до пенсионного возраста здесь. Нет, пусть приезжают, кто-то находит работу, запускают, едут, но приезжает новая молодежь. Давайте вернемся к новой власти. У нас еще и новая форма, одноглавая система, и, в общем-то, все козыри в руках у главы города, а председатель Думы он сейчас может только рекомендовать. Или как это все сейчас выглядит? А у меня вопрос, кстати, а правда глава города подписывать будет решение Думы? Да. Все-таки я был прав. Ну, я к тому, что я не помню. А если раньше депутатский корпус и администрация, это как мощные антагонисты, и какие-то вещи, допустим, депутаты продавливали, какие-то вещи администрации, то сейчас как вообще, как изменится работа? Я понимаю, что еще не начали практически в таком режиме работать еще, но тем не менее, какие ожидания, как это отразится на принятии решений, усложнит или облегчит наоборот? Я думаю, что появится некая большая оперативность принятия решений. Глава администрации, он все равно наделен достаточно большим объемом полномочий сам по себе, но когда он еще и представляет город как высшее должностное лицо, это повышает его статус во вне, во внешних структурах. То есть, это не просто глава администрации приехал, это руководитель города, который может от лица города без доверенности подписывать любые документы. Это повышает его статус, это хорошо. Но, конечно, это некоторым образом снижает действительно роль Думы. Но снижает роль Думы, может быть, в меньшей степени юридически, хотя действительно теперь председатель Думы, будучи главой города, не подписывает решения. Но тем не менее, снижает, ну, несколько статус, может быть, представительного органа. Но здесь все равно вопрос лишь в том, насколько администрация и, прежде всего, руководитель администрации, новый глава, ну, сам лично относится к депутатскому корпусу. Насколько он считает, что депутаты – это помощь, поддержка, это реально голос людей, а не просто там собрание каких-то деловых ребят, которые решают какие-то свои вопросы, узкие, личные. И пользуются этим мандатом вот как раз для того, чтобы, ну, как-то приподняться там. Ну, то есть, ближайшие буквально месяц-два как раз и определят, наверное, отношения Думы и глава города. Как раз сейчас период знакомства, притирки. У нас впереди бюджет. Вот резко притрете знакомство и притирка. Да, там сразу как… Стыковка. С корабля на бал. Я надеюсь, что как бы там не складывались отношения Думы и главы нового, самое главное, чтобы во главу, повтор такой получается, во главу вот этих взаимоотношений и отношений всегда ставились интересы горожан. Вот это, мне кажется, самое главное. Да, это… Тогда все будет хорошо. Да, по крайней мере, мы будем к этому стремиться. Аминь, к этому стремиться, да. Я думаю, что на этой положительной ноте мы закончим. Ну а как будет развиваться ситуация, посмотрим и обязательно расскажем. Оставайтесь с нами. Ну а мы с вами увидимся уже через неделю. Пока-пока. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова